друзья привет сегодня 10 января я наконец-то в эфире те кто смотрит мои сюжеты на ютубе вот вот чем мы занимаемся 31 января сейчас быстренько расскажу для тех кто не знает что такое сюжеты на ютубе сюжеты на ютубе это отдайте как в инстаграме и stories и то есть те кто смотрит меня по телефону не через компьютер вам доступны будет просмотр сюжетов но я не помню по моему через компьютер не получается их посмотреть то есть вы когда листаете ленту там выскакивают сюжеты это я периодически совсем маленькие видосики выкладываю так вот я выкладываю то что мы работали с 1 января вообще по факту мы работали еще 31 вчера только пошел нас был ливеняка мы отдыхали так вот что сегодняшний день я начала с проверки саженцев я хочу вам показать в принципе как результаты хранения саженца вот в этом видео я показывала как я храню зимой сразу хочу сказать что температуры вот до этого были не может не экстремальные но для нас это приличные то есть были неделя наверное ночью до минус 11 было сначала не у меня стояли просто на земле как я уже показала потом когда уже я смотрю по прогнозу передают достаточно низкие температуры я накрыла пленкой и сверху отсыпала соломой толстым слоем потому что ежевика это все-таки южная культура и корни у него конечно не как у винограда не терпят мороза но лучше закрывать потому что у нас были уже неприятные ситуации когда корень не перезимовывал и еще другой вариант момент о котором я говорила это то что если вы открываете достаете оставляете саженцы зимовать на улице там под мамками и так далее то их лучше укладывать не оставляйте в стоячем положении потому что она ежевика не терпит замокания то есть как только вы начнете оставлять так стаканы снег который тает осадки которые они его просто зальют и корень сгниет то есть тут важный момент еще крайность то есть мало того что не залить но и не пересушить нужно если вы оставляете зимовая троса нужно проверять постоянно и и влажность достаточно влажно не мокрая это тоже очень важно ну давайте вот видите у меня здесь они засыпаны сейчас сейчас мы посмотрим по что где-то экватор зимы у нас уже прошел у нас где-то уже числа с 10 с 15 февраля обычно устойчивые плюсовые температуры морозов не бывает именно морозов не возвратных заморозков в этом году возвратные заморозки были в апреле поэтому ежевика стартует у нас достаточно рано побеги замещения уже в начале марта есть на саженцах потому что горшок он быстро прогревается это не земля так что нужно сейчас посмотреть что там влажность что там с влажностью как они вообще себя чувствуют так ну вот здесь вот видно соломка сейчас будем искать край ну пахнет соломка была мокрая пахнет грибами вот стоят саженцы сейчас мы его достанем посмотрим ваши как отлично вот это вот это самое главное саженцы не вегетирующая часть вот тут я срезала вот он видите побег сейчас вот так на его среза для лучшего хранения вот вот это самое главное у саженца как видите вызревшая корневая а также много белого корня которые похожи на роз во время хранения ну и плюс еще не весь он вызрел еще с осени потому что те что обрезаны это самое самое позднее верхушки которые я оставляла вот видите вот маленькие вот такие вот штучки вот это вот это точно новое посмотрим дальше тут просто саженцы еще и на доращивание оставлялись то есть есть саженцы неплохо развитой корневой вот видите отрезаны вот это точно на доращивание но тоже видно видите хорошая корневая коричневенькая и много белого корня этот будет доращиваться весной вот не знаю видно или нет вот есть небольшой пушочек пушочек плесени то есть там же пленка происходит постоянный перепад влажности то есть замерзла разморозилась замерзла отморозилась но если бы не было пленки то его бы уже вообще залило и вот это вот мокрая солома он бы уже запрел там поэтому пленка между соломой обязательно вот тоже отлично здесь все выглядит вот это прямо свеженькие вот они вообще сейчас посмотрим просто если есть плесень то нужно раскрыть и проветрить вот это вот не нужно чтобы падала солома туда вот я достала вам зеленый это побег замещения который появился поздней осенью из земли появится обязательно новые вот этот еще по ходу дела подмороженный прям такой холоднющий но все выглядит хорошо и даже без плесени тоже видите отличная корневая вызревшая появляются новые мелкие волоски то есть тут все будет хорошо вот видите вот здесь было укоренение и там появится почка замещения может она там уже есть внутри но она мне не видна так посмотрим этот честно сказать я бы не хотела я смотрю что плесени немного вообще практически нет кое-где на стволиках обрезано там я вижу поэтому я наверное не буду открывать потому что чтобы не нарушать микроклимат а это что а вот смотрите уже побег замещения пошел работники не дают мне ролик снять вот смотрите короче все пучком пока идем хорошо по поводу влажности то есть влажность достаточно рыхлый хороший грунт и он мокрый я не буду поливать если бы он был суховат и я бы пролила буквально ну там я не знаю миллилитров по 50 так что что я делаю я закрываю назад потому что сейчас у нас морозы передают это все замерзнет самый лучший вариант хранения это замерзшие так друзья ну все я проверила в принципе меня все устраивает я так дальше заглянула везде принципе ситуация одинаковая на всех сортах идем хорошо для вас хочу сказать что вы после когда проходите экватор зимы вам надо чаще заглядывать в свое хранилище и смотреть что там единственная вам настоятельно рекомендую не нужно открывать раскрывать потому что там сформировался определенный микроклимат если там все хорошо то не нужно оставьте закрыли все заглянули все хорошо пощупали грунт он такой влажненький не мокрый не сухой все хорошо достали несколько стаканчиков глянули закрыли сильно не раскрывайте и проводите свою проверку саженцев теперь гораздо чаще то их вообще не трогала это их получается не трогала два с половиной месяца два два месяца теперь я буду заглядывать туда каждые две недели тут именно сам момент плесени если у вас стабильный минус они стоят в замороженном состоянии можно вообще не лезть это самое лучшее хранение хранение при минусе может быть я когда-нибудь дорасту до объемах и сделаю себе именно морозильник под саженцы чтобы хранить их все время в таком спящем замороженном состоянии но если у вас череда оттепелей заморозков поэтому нужно каждые две недели чем ближе к зиме к весне чем ближе к весне вы должны постоянно смотреть их состояние это очень важно потому что именно вот во второй половине зимы начинаются всякие возможные проблемы какие могут быть то есть запревание всевозможные замерзание из то еще хуже засыхание то есть вот многие упускают влажность особенно если маленький объем но если мы говорим о кассетной рассаде клубники там вообще там нужно строго постоянно мониторить особенно вот в нашем южном климате все друзья следующее видео будет по теплице в принципе каркас готов мы готовы к его к накрытию я вам расскажу что это стоит сделаю такую теплицу сейчас по что сюрпризов было много все пока пока до следующего ролика ну ну Продолжение следует...